Внучку свою Аленку Егор Петрович с женой воспитывали сами. Уж так сложилось. Сын их рано ушел из жизни и покоился здесь совсем рядом, на деревенском кладбище. Невестка решила устраивать свою личную жизнь и привезла девочку к родителям мужа. Мол, пусть поживет с вами недолго, с годик примерно, пока я не определюсь в жизни, а потом заберу ее к себе. Но с тех пор прошел годик, потом другой, а потом 10 лет. Потом Аленка окончила школу и уехала в город, как и все молодые из их деревни. Надо было учиться, получать профессию, искать свое место под солнцем. И это правильно, так требует жизнь. Уехала Аленка в город и заскучали дед с бабкой. Остался с ними только преданный пес Рекс. Так звали их питомца, который теперь в какой-то степени заменил им ребенка, и в котором они души не чаяли. Аленка оказалась такой же ветренной, как и ее мать. Стариков навещала редко, писем не писала, а потом и вовсе уехала куда-то далеко от родных мест, искать свое счастье. Когда Рекс умер от старости, старики долго плакали и решили, что собак больше заводить не будут, слишком больно их терять. Горько им было хоронить своего любимца. Супруга Егора Петровича тогда тоже тяжело заболела. Наверное, это утратой подкосило здоровье уже далеко не молодой женщины. Да еще и внучка не давала о себе знать больше года. Егор Петрович предлагал жене взять другого щенка, но она категорически была против. Мы уже старые, самим скоро помирать, что ж сиротить животинку. Нет, Егорушка, больше никаких животных. Будем с тобой вдвоем век доживать. И он в этом был с ней согласен. Он очень любил свою жену Раю и во всем ее поддерживал. Прошел еще год. Как-то весной пошли они на могилку к сыну. В этот день как раз была годовщина его гибели. Они часто бывали здесь и вместе, и по одному. Старик-отец поправлял могилку и разговаривал с сыном. Рассказывал об их с матерью жизни. Пересказывал последние новости. Сегодня мать заботливо разложила на могилке конфеты с печеньем, зажгла свечи, поправила цветочки. Надо бы, Егорушка, сходить в соседнее село, заказать сыночку панихиду за упокой души. Надо, согласился Егор Петрович. Схожу обязательно на днях. Он взял супругу под руку, и они собрались пойти в сторону дома. Как вдруг услышали какую-то возню за соседней могилкой. Обойдя вокруг оградки, оба замерли на месте. Маленький худющий щенок жевал обертку от конфеты. Он был настолько худой, что голова казалась непропорционально большой в сравнении с тельцем. Увидев людей, щенок оставил обертку и посмотрел на пожилых супругов каким-то вопросительно укоряющим взглядом. «Егорушка, обещай мне», – тихонько зашептала Рая, сильно сжав руку мужа. «Обещай, что проживешь еще минимум десять лет». Тогда он буквально опешил от ее слов, но Рая так на него смотрела, как будто от этого зависела вся их дальнейшая жизнь, и, не задумываясь, он произнес. «Обещаю», – и посмотрел на супругу. «Ты ведь подумала то же самое, что и я?» «Рая, только ведь это не собака, это волчонок. А мне все равно, нам его сынок послал», и она, улыбаясь, подняла это тощее чудо и прижала к груди. Так у них появился питомец. Они прожили все вместе еще три счастливых года, наполненных живой мохнатой радостью по кличке Мишка. А три месяца назад его Раеньки вдруг не стало. «Пойдем домой, Мишка, пойдем», – погладил Егор Петрович Волка по голове. «Ее уже не вернешь, как бы мы с тобой оба этого не хотели». Теперь они с Волком уже навещали не одну, а две могилки. «Осиротели мы с тобой совсем Мишка», и по щеке старика потекла слеза. Егор Петрович невольно издал звук, похожий на тихий стон, и Мишка тут же жалобно завыл, да так, что у старика душа ушла в пятки. Завыл так, как мог быть только тоскующий волк. Мишка поднял голову и внимательно посмотрел в глаза своему хозяину. Он все понимал, что его любимая хозяйка умерла, что сколько бы он ни стоял у могильной плиты, она уже никогда не вернется. Так и побрели две осиротевшие души домой. Еще издалека Егор Петрович заметил на пороге своего дома молодую женщину с маленьким ребенком на руках. Сердце предательски екнуло. Мишка рванул вперед, но хозяин резко его остановил. Приказал идти рядом. Мишка подчинился, он был хорошо обучен командам, но шагая рядом с Егором Петровичем, волк жалобно поскуливал. Цыц, Мишка, свои, не тронь. Он уже давно понял, кто пожаловал к нему в гости. Дед, выручай, мужу сделали предложение по работе на севере, от таких предложений не отказываются. Я с ним поеду, сам понимаешь, нельзя мужика одного отпускать, мигом к рукам приберут без присмотра. Но Ваньку деть некуда, ему год с небольшим, а там пока полная неразбериха, жилья пока нет, если и то же. Возьми его к себе на полгодика, как обустроимся, быт наладим, сразу заберем. Так же и мать твоя когда-то тебя привезла и бросила насовсем, и ты от нее недалеко ушла, правда, говорят, а тасинки не родятся апельсинки, вздохнул Егор Петрович, садясь на скамейку рядом с внучкой. Ты даже к бабушке своей, которая тебе вместо матери была, на похороны не приехала. Дед, ну не начинай, понимаешь, жизнь такая, хочешь жить, умей вертеться. Навестив могилку бабушке, она на следующий день уехала. Но когда внучка приехала за сыном через два года, дед его не отдал. Не серчай, Аленка, сама подумай, куда тебе его сейчас забирать? В яслях болеть будет, а ты сама говоришь, что такую работу хорошую нашла. Больничные пойдут, что делать будешь? Неужели начальство пойдет навстречу? А у меня Ваньке хорошо, все свое, воздух опять же свежий. Подрастет, окрепнет, тогда и забирайте. Внучка с доводами деда согласилась. Так и остался Ваня с прадедом. Он мальчишку обожал, считал, что тот похож именно на него. А еще у мальчика был лучший друг, который всегда придет на помощь. Да только Егор Петрович еще не предполагал, что помощь волка может понадобиться ему самому. В общем, полгодика, на которые Алена сына оставила, растянулись почти на пять лет. Егор Петрович уже полчаса сидел на кладбище и разговаривал со своими родными. Рядом, как всегда, верный Мишка. Мужчина сидел, а боль все нарастала. Мишка как будто что-то понял и все плотнее стал зарывать свою большую голову хозяину в колени. Ну-ну, Мишка, ничего, скоро все пройдет, потерпи, скоро пойдем, дай еще немного посижу. Внезапно боль резко усилилась, стало трудно дышать, перед глазами темнота, Егор Петрович потерял сознание. И тут же громко и отчаянно завыл Мишка, да только на кладбище никого не было. Волк лизнул хозяина в лицо, как будто хотел сказать ему, не умирай, держись, я скоро, и метнулся в деревню за помощью. Ваня, глядя в окно, заметил несущегося волка, одного без дедушки. Но такого не может быть, подумал мальчик и выбежал во двор. Парнишка он был сообразительный и сразу понял, что с дедом что-то случилось. Соседка Вера Платоновна, местный фельдшер, была дома, и через пару минут Ваня вместе с Мишкой уже стояли под ее дверью. Укол вскоре подействовал, и Егор Петрович открыл глаза. «Ого, значит, все-таки живой?» – спросил старик. «Я только что с Раенькой своей разговаривал. Не приняла она меня. Сказала, что обещал десять лет минимум прожить, а прошло только восемь. «Тебе еще внука надо вырастить», – строго сказала она. «Так что живи еще десять лет». «А я-то что? Я готов». Он обнял внука и Мишку прижал к себе. «Деда, это же волк нас к тебе привел. Это он тебя спас. Начал рассказывать всем Ваня. Вот какой умный». А вскоре и Алена с мужем вернулись в родные края. Дом новый построили. Решили, что везде хорошо, где их нет. Но дома лучше всего. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!